покосила газон сегодня смотрите какой он чистый такой короткий одну кормушку поставила сюда потому что у нас сейчас калибре разлетались их очень много и надо разделить кормушки подальше потому что они не дают друг другу нормально пить они отгоняют друг друга и все все что они делают они друг друга отгоняют по глупости убила случайно мой цветок муж говорит что он может его вылечить типа но нет он сдох я уверена я не думаю что он вернется но по глупости потому что я тупая что могу сказать потому что я тупая его нигде не продают кроме как в интернете не знаю никогда растение в интернете не покупала мне даже стало грустно реально настояние из этого попортилась когда я поняла что я его убила вот такие дела так красиво ухожены сейчас поставлю птичкам корм или кроликам на потом посюда надо будет просто здесь смотреть потому что здесь могут быть пока мол рядом надо будет всегда проверять чтобы не было богомолов ничего я просто устала чару не нет и я просто устала потому что в эту жару заниматься огородом конечно не очень классно но я именно сейчас хотела взялся потому что потом пойдем гулять вечером надо до прогулки но я перед и зад сегодня постригла красота обожаю жалко что не это калибре испугала кстати для тех кто из америки если вы не можете кушать глут глутен вот мы эту фирму покупаем в марте есть или в маерсе тоже видела фирма называется шер они делают именно без глутена все дорого конечно но вкусно муж говорит что когда он кушает как будто настоящий хлеб потому что к пример альди тоже продает без глутена вещи и муж говорит он то есть не может ощущение что он хлеб не хлеб этот бумагу жует у меня здесь калибре ругаются вот что очень как будто он бумагу жует ему это не нравится а здесь он говорит реально как хлеб сегодня вечером буду делать себе макронидлинг я так рада я так ждала я просто уже давно хочу мне уже как бы давно пора но с тем что я знала что мы поедем на озеро к родителям уже все дела солнце и природа я не хотела это делать потому что говорят что если макронидлинг делать наоборот от солнца надо прятаться и вот сейчас как раз уже сентябрь середина почти начало сентября уже солнце не такое мы приехали домой можно себе сделать и поэтому я сегодня утром сегодня воскресенье там просто голубь сидит кушает и она видит сегодня воскресенье после прогулки я начну сделаю себе макронидлинг я так рада потому что ну не завидно мне пора вот эти поры мои мы вот эту кожу ужасную пора так что да фокус но сначала мы пойдем погуляем она услышала знакомое слово пойдем погуляем потом сделала да кстати перед тем как пойти гулять я калибриками кормушку поменяю надо им кормушке поменяться вот что надо сделать там как раз сейчас пойду быстро козелы перед тем как пойдем гулять просто к вечеру они начинают все летать и когда они все будут летать я буду гулять а когда мы вернемся они уже летать не будут и смысл менять правильно поэтому пошли угадайте что я сейчас буду делать буду делать с микронидлинг крем чтобы лицо анимело я уже нанесла его пора смывать я уже чувствую потому что все таки микронидлинг можно делать и без вот этого обезболивающих крема но лучше все потому что просто даже вот те места где просто кожа и кость достаточно болезненно терпеть можно но если у вас есть крем почему-то не использовать крем так что да буду сейчас этим заниматься приведу свою кожу в порядок и вот так вот выглядит лицо после микронидлинга вот написано после микронидлинга вот сером все дела оставить 4 часа не смывать ничего вот так вот ходить чтобы все хорошо впитывалось поэтому нам будем сейчас ну перед сном не страшно потом когда пойду спать как раз через 3-4 часа помою как вам а блин я забыла только что смотрела видео я забыла каких зовут на youtube это парочка которые из украины живет в остине зеленая америка я не помню я забыла я их смотрю и они купили дом и они показывали их дом и знаете я вот прям смотрю вот все это видео и у меня такая улыбка я так за них радуюсь потому что потому что я представляю их эмоции когда ты живешь квартирах и вот они жили снимали комнаты в домах как бы ну я просто представляю какая-то должна быть радость я сама помню нашу радость когда мы наконец-то купили дом и мы поняли что мы больше не будем этих квартирах жить что это наш дом и вот эти первые дни осознавания что это наш дом никаких соседей это наш backyard это все наше я могу делать что я хочу это такая радость и они показывали дом и backyard я прям смотрела очень радовалась потому что я я могу представить какие у них эмоции и я сразу вспомнила мои эмоции мы в доме уже сколько второй год в апреле будет три года или уже три года не второй вот уже второй год да в апреле было два года следующий апрель будет три года и я все еще радуюсь домом я все еще иногда периодически просыпаюсь я вот лежу в кровати я просыпаюсь и просто я такая счастлива потому что тихо я не слышу там соседи за стеной что они телик слушает или кто-то орет или кто-то громко по телефону говорит я просыпаюсь в тишине в нашем доме и я очень часто тоже мужу говорю что блин спасибо за все и я так рада и я так все люблю и казалось бы просто да так много времени уже прошло пора привыкнуть но я все еще радуюсь я все еще периодически радуюсь когда я газон кашу я себя ловлю на мысли иногда что это мой газон я кашу газон это это наш газон это наш участок это наш дом или когда после покупках из магазина возвращаешься домой и где-то там паркуешься потом пешком еще до квартиры носишь все эти пакеты а ты паркуешься в твой гараж в твоем гараже или когда выходишь гулять с собачкой ты знаешь что я вернусь в дом или когда плохая погода или у тебя плохое настроение ты не хочешь гулять ты просто можешь собачка в огороде поиграться и не надо каждый раз одеваться чтобы пойти и пописать а просто выпускаешь ее она бегать тебе в огороде радостно да так что у меня даже немножко этот носталгия была когда это все смотрела вспомнила вот наши первые дни в доме нашу первую ночь нашу вторую ночь неделю спустя и даже сейчас все еще эмоции положительные и все еще порой не верится и очень благодаришь жизнь мужа и все что в доме живете так что да мы короче только что повесили новую лампочку мне кажется красиво с тем что было до этого до этого висела такая вот страшная вот эту тоже поменяем а сейчас вот такая красивая как вам сейчас включим свет красота мне кажется больше подходит ну не знаю как то красивее выглядит чем вот это вот вот а и и и и и и и и хотел показать мое дерево смотрите на все еще цветет и то что я читала что когда она цветет и потом цветы умирают их можно отрезать и они заново вырастают реально сработало вот это они цвели я отрезала и они заново выросли то есть это дерево два раза подряд может цвететь единственное что вот надо смотреть когда у вас дерево перестает цвететь до конца июля можете еще отрезать если вы в теплом климате живете если нет то не стоит потому что наоборот вы можете повредить дерево так что то классно это все названного цветет и некоторые даже еще старый я вот не пойму если вот это это цветет или это просто старая я не знаю потому что я не везде отрезала но достаточно много цветы смотрите хотя я не повсюду по отрезала я просто ради интереса вот этот угол порезала посмотрела будет расти не будет и классно да а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Только что позанималась Опять плохо Но интенсивные тренировки Наверное такие от них становится плохо Потому что именно интенсивно За короткий срок Хочешь как можно больше выбить из себя Поэтому мне сейчас так плохо Мне прям В горле стоит Вам не кажется, что после Майкро-нидлинг кожа становится Какая-то более ровная Не знаю Сейчас просто валяюсь, отдыхаю Вот И что я заметила после интервальной тренировки Вот когда я побегу Я принимаю душ Мне хорошо все А после интервальной тренировки Я принимаю холодный душ Я лежу И я еще чувствую, как у меня пот вырабатывается То есть я уже после душа Я уже валяюсь Но Я чувствую, как у меня Все еще вырабатывается пот Буду сейчас валяться Я отдохну И потом поем что-то вкусненького Потом уже вечер Надо с чем-нибудь прогуляться Я автро уже в средах Потом четверг Потом пятница ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok